Здравствуйте, очень хочется спросить совета. Дело в том, что я 6 лет работал в сфере красоты, занимался оказанием услуг, таких как маникюр, педикюр, всевозможные наращивания, работал очень много параллельно. Работал очень много параллельно, училась на дневном, и еще получила 15 различных дипломов по работе. Сейчас у меня своя студия в центре города, зарегистрированная как ООО, но у меня проблема с персоналом, и мне приходится занимать сразу кучу должностей. Энергии и сил вложены немало, но бизнес совсем на малом уровне. Хотелось бы попросить у вас совета, больше, наверное, дружеского. Я много читаю различных статей, книг, пытаюсь его всячески развивать, и, наверное, мы их... В общем, все это написано одним предложением, как вы поняли. Проблема ясна, типичная проблема с наймом персонала, с которой сталкивается большинство предпринимателей. И, ну, наверное, многие из вас уже слышали про такую вещь, как Яма, описанную Светом Годиным в его книге Яма. Сталкиваются большинство предпринимателей, не только предприниматели, те, кто пытаются заниматься спортом, учить английский, качать пресс и так далее, и так далее. Что происходит? Вот вы начали свой бизнес. У вас здесь подъем. Подъем, подъем, подъем. Подъем происходит потому, что у вас уже, например, есть там 2-3 клиента, которые готовы заключить с вами сделку, и потом по какой-то причине они срываются. Клиенты ваши срываются, непонятно по какой причине. Готовы вроде были заключить договор, но этого по какой-то причине не произошло. Может быть, клиент куда-то уехал или передумал. И вот здесь, на этом этапе, сливается большинство тех, кто начал что-то делать. Неважно, качать пресс, открывать бизнес и так далее. Здесь сливаются процентов 90 всех людей. И те, кто не сливаются, они идут дальше, у них появляются какие-то результаты, появляются первые деньги. Второй подъем, он связан уже непосредственно с деньгами. Первые там 30, 50, 100 тысяч. Что происходит потом? Несмотря на то, что вы вроде бы заработали, у вас опять происходит обвал. Почему происходит обвал? На самом деле, таких ям очень много. Если все рисуют всего 2 ямы, не значит, что их 2. Лично у меня до недавних пор ситуация вообще была вот такая. Причем амплитуда этих ям увеличивалась с каждым разом. То есть у меня постоянно то, какой-то был резкий подъем, причем больше, как правило, чем предыдущий, то потом резкий обвал и спад. Вплоть до нахождения в долгах в течение месяца или 2 месяцев. И больше. Вот. И второй подъем начальный, да, он, точнее второй обвал начальный, он связан с тем, что у вас не хватает рук. Вам в этот момент, чтобы вылезти из вот этой ямы второй, вам нужно нанимать активно персонал. Почему происходит падение? Потому что вот на подъеме, вот здесь, вы испытывали удовольствие, и вот здесь вот, потому что вы делали что-то новое. Здесь же вы делаете повторяющиеся процессы, текучка, ответы на почту, на звонки, выставление счетов, доставка товара и так далее, и так далее, и так далее. Если люди у вас этим не занимаются, а занимаетесь именно вы, то вам будет очень тяжело дальше расти ее. В конечном счете вы можете просто перегореть. Как понять, какой вообще персонал и в каком порядке нанимать? Если у вас услуги или что-то, где производство товара или услуги лежит на ком-то, а не на вас, то есть вы это, по сути, не умеете делать, то в первую очередь нужно, конечно же, брать исполнителей. То есть, если у вас с продажами все нормально. Если же продажи у вас хромают, и вы можете при этом самостоятельно оказывать какие-то услуги, то в первую очередь нужны не исполнители, в первую очередь нужны продавцы. Но если вы не умеете оказывать услуги, то в первую очередь нужны те люди, кто будет этим заниматься, чтобы вы могли сконцентрироваться на продаже. И дальше, есть такие вещи, как показатели бизнеса. Вообще весь оборот бизнеса, он делится на две составляющие. Первая составляющая – это клиенты. Вторая составляющая – это средняя сумма сделки. Средняя сумма сделки – это та сумма, которую оставляет клиент в вашей компании. Клиенты, понятно, это количество клиентов. И если мы это умножаем, мы получаем как раз оборот бизнеса за какой-то определенный период времени. То есть, если у вас в течение месяца было 100 клиентов по 1000 рублей, то ваш оборот бизнеса получается 100 000 рублей. Если мы разделим количество клиентов на следующие показатели, то у нас получаются потенциальные клиенты на конверсию. Конверсию продаж. То есть, допустим, пришло к вам 100 потенциальных клиентов. Что значит потенциальные клиенты? Это заявки с сайта или заказы с сайта. Это звонки по телефону. Это, если это розница, заходы в магазин. Как можно считать потенциальных клиентов в магазине? Счетчики поставили на дверях и смотрите, сколько людей зашло, сколько вышло. При этом работникам желательно сказать, чтобы они ходили вот так вот. То есть, прогибались под счетчиками, чтобы не сбивать статистику. Но, в принципе, там она не особо сильно будет сбиваться, если поток людей ходит большой. Итак, мы получаем потенциальные клиенты на конверсию, на среднюю сумму сделки. И если мы перемножим вот эти три показателя, то мы получаем опять также оборот бизнеса. Там можно дальше делить разные показатели. То есть, потенциальные клиенты можно разделить, допустим, если это сайт на посетителей на сайте, на конверсию сайта. То есть, у нас будет получится так, что если мы привлекаем людей с помощью сайта, то это будут посетители умножить на конверсию сайта, умножить на конверсию продаж и на среднюю сумму сделки. Это оборот бизнеса. Но большинство людей интересует же все-таки не оборот бизнеса, а прибыль. Потому что оборот может быть миллион, а прибыль 100 тысяч. Соответственно, мы увеличиваем, мы концентрируемся именно на прибыли. Чтобы концентрироваться на прибыли, нам нужно вот этот показатель, к этому показателю прибавить процент маржи. То есть, прибыль бизнеса у нас будет складываться из этих же потенциальных клиентов, из конверсии продаж также, из средней суммы сделки и из маржи. Маржа – это наценка на ваш товар. Соответственно, произведение этих четырех показателей дает вам прибыль бизнеса. И, в первую очередь, вам нужно брать людей для того, чтобы каждый из этих показателей увеличивать. Каждый. То есть, ну, понятно, что маржу вы можете увеличить, просто подняв цену. Но в этом случае могут, если вы сильно ее поднимете, упасть в продаже. В среднюю сумму сделки, тут есть еще один важный показатель, который я забыл упомянуть. Это повторные продажи на клиента. Повторные сделки. За месяц, допустим, один человек у вас может покупать в два раза. Тогда этот коэффициент, ну, в среднем, тогда этот коэффициент будет равен двум. Итак, для того, чтобы увеличить потенциальных клиентов, нужен кто? Правильно. Нужен человек, который будет работать над их привлечением. То есть, рекламщик. Для увеличения конверсии нужны продавцы. То есть, если у вас розничный магазин, то нужны именно люди, которые будут стоять и консультировать посетителей сайта. Помимо рекламщиков, тут, кстати, тоже еще нужны продавцы. Потому что, если вы выйдете в сектор B2B, то есть, будете работать с оптовыми компаниями, да, юридическими лицами, то в этом случае вам нужно, чтобы люди сидели и привлекали вам потенциальных клиентов с помощью холодных звонков. Над конверсией работают продавцы. Над средней суммой сделки работают маркетологи. Маркетологи. Над повторными продажами тоже работают маркетологи. И над маржой тоже в большинстве случаев работают либо маркетологи, либо продавцы. Из этого складывается что? Складывается следующее, что в первую очередь вам нужны вот эти вот люди. Ну, если мы с этим пунктом разобрали, да, то в первую очередь нам нужны вот эти люди. В первую очередь лучше брать продавца. Потому что, смотрите, какой показатель увеличить легче? Потенциальные клиенты, конверсию, среднюю сумму сделки, маржу или повторные продажи. Самое легкое – это поднять просто стоимость, увеличив маржу. Второе – это увеличить конверсию. Соответственно, первый, кто вам нужен – это все-таки продавцы. Ну, и после этого уже идут повторные продажи. Это уже маркетолог. И потенциальные клиенты. Это рекламщик или продавец, отдельный на холодные звонки. Хочется еще также уточнить, что если у вас вообще потенциальных клиентов очень мало и их нет, то в первую очередь тогда нужно это. Потому что без потенциальных клиентов вся дальнейшая цепочка у вас будет просто по нулям. Если же у вас есть какой-никакой поток потенциальных клиентов, то сначала увеличивайте все это. Потому что потенциальные клиенты, увеличение потенциальных клиентов – это самый недорогой способ увеличить продажи и прибыль в бизнесе.